Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Почему за рога сайги сажают в тюрьму на 7 лет и начисляют миллиардные штрафы? С таким вопросом обратились жители Уральска к министру экологии и природных ресурсов. Были обсуждены и другие проблемы. Потепление ожидается в Западно-Казахстанской области в ближайшие дни. Это означает, что период интенсивного поводка может начаться раньше. На контроль взяты 147 поводка опасных населенных пунктов. В Актюбинской области сельчане остались без работы после закрытия старейшего противотуберкулезного санатория. Почему власти приняли такое решение и в каком состоянии находятся сейчас лечебные корпуса? Почему за рога сайги сажают в тюрьму на 7 лет и начисляют миллиардные штрафы? С таким вопросом обратились жители Уральска к министру экологии и природных ресурсов республики. Женщины, чьи муждя оказались заложниками строгого закона, просят смягчить суровые правила. На встрече обсудили не только вопросы отлова сайги, но и проблемы, связанные с мусорным полигоном, рекой Урал и многим другим. На встрече министра экологии и природных ресурсов с уральцами обсуждались разные вопросы, касающиеся экологии и природы в целом. Проблема, длящаяся уже многие годы, это обмеление реки Урал, переработка мусора, плохой влияние на экологию здоровья жителей города, мусорного полигона, ну и вопросы, связанные с сельским хозяйством. Но сразу несколько женщин пришли к министру с одной проблемой, которая связывает их всех, а точнее их мужей. Они возмущены, почему за перевозку и хранение рогов в сайге дают практически столько же, как за убийство животного. Ко всему этому и миллиардные штрафы. Только недавно государство боролось с большим количеством сайгаков. Дали разрешение на их отлов, некоторые даже стали заниматься переработкой и продажей их мяса. Теперь наоборот, запретили. Мой муж работал водителем такси. Однажды он подвез людей, которые перевозили рога сайги. В итоге его посадили на 6 лет и еще и наложили штраф в размере 1 миллиарда 250 миллионов тенге. Он был единственным кормильцем семьи. У нас четверо детей. Я не работаю. Живем на квартире. Мне приходится скитаться по съемным квартирам, просить милостыни. Разве эти рога стоят всей сломанной жизни моего мужа? Сейчас люди умирают больше, нежели эти животные. Я прошу сделать амнистию или хотя бы убрать ущерб. Мне всей жизни не хватит, чтобы выплатить 1 миллиард. И это не единичный случай, когда из-за хранения рогов сайги мужчины попадают в места не столь отдаленные. Сроки весьма приличные. На ущерб, запричиненный вред экологии, в среднем 1 миллиард тенге. Моему мужу дали 7 лет за то, что знакомые оставили рога в нашем сарае на хранение. Ладно, если бы он занимался отстрелом, но просто за хранение? Еще и штраф 800 миллионов тенге. Как я буду выплачивать эту сумму? Неужели эти рога стоят того, чтобы разрушать всю жизнь человеку? Даже когда он освободится, как он будет выплачивать эту неподъемную сумму? Ведь его не возьмут на высокооплачиваемую работу с судимостью. Какая польза государству от этих рогов? Только сломанные судьбы и многомиллионные штрафы. Неужели нельзя упростить закон? «Закон един для всех», – примерно так ответил министр. И его незнание не освобождает от ответственности. «Вы поймите, что исчезновение какого-либо животного – это реальная угроза для всей природы, экосистемы и планеты. Ведь все взаимосвязано между собой. Наша главная задача – сохранить не рога, а сам вид краснотнижного животного. Потому что у каждого из них есть свое место в экологии. Если исчезнет один вид, то может рухнуть вся экосистема. Да, закон суров, но на то он и закон. Он един для всех. А почему такие большие сроки и штраф – это уже вопрос к другим соответствующим органам». Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов предложили обозначить конкретные сроки охоты на сайгаков. С 1 октября по 15 ноября. Независимо от половозрастного состава и места обитания. Как пояснили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, данный временной период выбран с учетом брачного периода сайги, который приходится на конец ноября – начало декабря. Также недавно стало известно, что в Казахстане планируют разрешить любительскую охоту на сайгаков. Исключение составит лишь добыча дереватов, то есть их рогов. На то, как пройдет паводковый период, в первую очередь влияют погодные условия. Поэтому сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям круглосуточно ориентируются на информацию, поступающую от синоптиков. По данным Казгидромета, в ближайшие дни ожидается потепление. Температура воздуха ночью составит до 13 градусов мороза, а днем – уже до 5-8 градусов тепла. Согласно прогнозу Казгидромет на 1 марта 2024 года, запасы влаги в бассейнах рек Утва, Чижа-2, Деркул, Чиган, Оленте и Щедерте на территории области на 17-43% ниже среднемноголетнего показателя. А если запасы влаги в почве на 71-133% превышают среднемноголетние показатели, то толщина льда в почве наблюдается от 0,1 до 6,6 сантиметров. На территории области толщина мерзлоты меньше, чем в прошлом году – от 1 до 91 сантиметра. Всего департаментом подготовлено 63 единицы техники, 36 плавсредств, 70 мотопомп и 305 человек личного состава, которые в составе оперативных групп распределены по четырем направлениям. Каждую неделю проводятся противопаводковые субботники, в ходе которых очищаются рыки и трубы, раздаются памятки жителям населенных пунктов и дачных массивов. Это предупреждение о том, что населенному пункту угрожает подтопление и дачные угодья, расположенные на пойме реки. Интенсивный поводок на территории Западно-Казахстанской области ожидается после 20 марта текущего года. На контроль взяли 147 поводкоопасных населенных пунктов, 49 участков авто и железных дорог. Заключен договор на получение услуг космомониторинга, а также на услуги вертолета. Марина Горбук, Марлен Искалиев, Особик Абекенов, ТДК-42. В Уральске девушка пыталась спрыгнуть с моста. Инцидент произошел 14 марта примерно в 2 часа ночи на путепроводе в сторону поселка Подстепное. Кадры, на которых видно, что девушка стоит на перилах моста, распространились в соцсетях. К счастью, ее удалось спасти от отчаянного шага. Это сделали полицейские, которые патрулировали территорию. Позже выяснилось, что накануне девушка поссорилась с супругом. В Актюбинской области сельчане остались без работы после закрытия старейшего противодоперкулезного санатория. Популярная некогда здравница в селе Бершогер славилась тем, что пациентов здесь отпаивали кумысом. Говорят, целебное кобылье молоко было лучшим лекарством. Но три года назад медучреждение вдруг закрыли. Почему власти приняли такое решение и в каком состоянии находятся сейчас лечебные корпуса, узнавала Лейла Уесова. История противотуберкулезного санатория в селе Бершогер берет свое начало с середины 19 века. Уникальное место открыл киевский купец, который пытался вылечить единственного сына от чахотки. Здесь сама природа благотворно влияла на людей. Все лето мальчика отпаивали свежим кумысом, и он полностью исцелился от недуга. В знак благодарности меценат заложил фундамент будущего санатория. С тех пор тысячи пациентов смогли поправить здоровье в этой здравнице. Но сейчас от былой славы не осталось и следа. Пансион настолько обветшал, что его решили закрыть. А работавшие в нем десятилетиями сельчане оказались на улице. Я 31 год медсестрой проработала в этом санатории. А в марте 2021 его неожиданно закрыли. Уже три года прошло, как мы остались без заработка. Хотя это единственный в области санаторий, где взрослые проходили реабилитацию после туберкулеза. Сейчас здесь осталось около 10 охранников, и неизвестно, будет ли он работать снова. Сельчане требуют восстановить здравницу, но у чиновников свои аргументы. В Акимате объясняют, что уже нет смысла в его работе. Оказывается, в связи с улучшением эпидситуации по заболеваемости туберкулезом, направлять сюда на реабилитацию особо и некого. Говорят, за последние 10 лет количество зараженных палочкой Коха сократилось вдвое. Но обещают трудоустроить безработных сельчан. Санаторий Берчугур был открыт в советское время. Это было продиктовано необходимостью. Тогда эпидемиологические показатели были по туберкулезу очень высокие. Лечение методы, были другие подходы. К слову скажу, сейчас современные подходы, методы изменились. Мы имеем большие возможности в лечении туберкулеза. По словам сельчан, загрязняют экологию недропользователей. Возле села Бершугор сейчас работают около 10 щебёночных заводов. От бывшей здравницы с уникальным микроклиматом ничего не осталось. Когда-то здесь лечили больных туберкулезом, а теперь люди задыхаются от пыли, которая накрывает посёлок после взрывных работ на карьерах. Так или иначе, бывшие сотрудники не теряют надежду отстоять санаторий и вернуть себе работу. Хотя заброшенные корпуса уже давно передали на баланс районного акимата. Вот только что с ними делать, чиновники пока не определились. Лайла Уэсова, Жамар Клабергенов, телеканал ТДК-42, Октюбинская область. Пожилым людям, проживающим в Уральском доме престарелых, неправильно начислялись пенсии. Об этом пожилые граждане рассказали прокурору города. Он посетил государственное учреждение, поздравил пожилых людей с предстоящим праздником и ознакомился с условиями их проживания. Мэр Хан Изимов отметил, что органы прокуратуры должны уделять пристальное внимание защите прав социально уязвимых слоев населения. Все поступившие жалобы будут рассмотрены, отметил он. Выслушали вопросы все, ознакомились с условиями проживания. Вопросы были в основном пенсионного обеспечения. У некоторых пенсии неправильно начислились. И мы теперь сейчас будем заниматься в дальнейшем, будем оказывать всяческую помощь, чтобы восстановить их права. А так жалоб по условиям проживания не было. Негодных к воинской службе становится меньше. Об этом заявляют в Департаменте обороны Западно-Казахстанской области. Если в 2022 году негодными к прохождению воинской службы были признаны 29% от общего числа призывников, то в прошлом году эта цифра снизилась до 23%. Неплохие показатели ожидает и в текущем году. Но все же есть ряд факторов, препятствующих поступлению в армию. В текущем году весенняя призывная кампания началась 1 марта. Одним из основных условий отбора на срочную службу является успешное прохождение медицинской комиссии. Медицинский осмотр в Департаменте по делам обороны является заключительным. Призывники уже прошли отбор на районном и городском уровнях. Помимо осмотра у профильных медицинских специалистов, призывники проходят эхокардиограмму сердца, УЗИ органов брюшной полости и почек. Выявляется ряд проблем со здоровьем. Также стало больше молодых людей с плохим зрением и сердечными заболеваниями, отмечают в Департаменте по делам обороны. Молодежь у нас сейчас активно спортом не увлекается. Постоянно в гаджетах, постоянно в телефонах. То есть зрение они сами, получается, себе искусственно с детства уже портят. Сердечно-сосудистые заболевания зачастую. Это все связано, опять же, с применением сейчас молодыми людьми всяких энергетических напитков, энергетики. Энергетика очень сильно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает артериальное давление. И впоследствии изменение идет в самом сердечном сердце. Но в целом состояние здоровья у призывников стало лучше. За год негодных к службе в армии стало меньше на 6%. А желание служить больше способствует этому отсрочка по кредитам на период службы и возможность служащим поступить в ВУЗы без сдачи единого национального тестирования. Реализуются именно такие львоты, как поступление в высшее учебное заведение, в том числе в высшее военное учебное заведение, без единого национального тестирования. И каждый год около 3000 грантов выделяется сертификат. Это составлен меморандум более 70 учебных заведений, которые в этом сертификате поступают в высшее учебное заведение и обучаются на государственный счет. Сейчас призывников отбирают в пограничную службу КНБ. Далее предстоит отбор в службу государственной охраны, вооруженные силы РК, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, МВД республики. Я Иджан Фролан Асалханович с Уральского города. Я пришел сам в погранслужбу. По своей воле, мне охота погранслужить. Желание есть, остаться потом в дальнейшем писать военно. Весенний призыв в армию продлится до 30 июня. Марина Горбук, Марлен Искалиев, Особик Абекенов, ТДК-42. В Уральске прошел обучающий семинар, темой которого стала подготовка квалифицированных специалистов по вопросам религии. Основная цель семинара – это повышение знаний членов информационно-разъяснительной группы и, соответственно, обучение населения правильным способом передачи информации. В семинаре приняли участие члены информационно-разъяснительной группы, школьные психологи, заместители по воспитательной работе. Мероприятие продолжится и в других регионах страны. Религия – это очень тонкая тема, поэтому здесь должны работать настоящие специалисты своего дела. А для этого, естественно, необходимо обучаться. Считаю, что проведение таких семинаров помогает и выявить существующие в этой сфере проблемы. Праздник Курису Айд отметили и дети. В Уральском центре внешкольной работы общественные деятели города встретились с подрастающим поколением, чтобы объяснить им смысл и значение праздника Амал. На встречу с детьми пришли поэты Акушта Бактагиреева и Гайса Галесий Так, прозаих мира Шуиншалиева, а также председатель областного совета ветеранов Максут Берген. Дети, встретившие почетных гостей, подготовили для них творческие выступления. На встрече взрослые рассказали детям об истории Курису Айд. «Белая чайка» при Уралье поэтесса Акушта Бактагиреева напомнила ученикам о том, что Курису – праздник, символизирующий наступление не только весны, но и Нового года. Именно с него начинается празднование на Урыза. Она также поблагодарила учителей школы, которые неустанно трудятся над усвоением учащимися национальных ценностей. 14 марта издревле считался у казахов началом Нового года. Этот обычай сохранился лишь в западно-казахстанской, Атраусской и Мангистаусской областях. Казахи – это кочевой народ, и зима для них была настоящим испытанием. Известный поэт и мыслитель Машхор Жасуп Купеев говорил, что наурыз в древние времена начинали праздновать 14 марта и отмечали 8-10 дней. В этот день нужно готовить наурыз кузе, дарить детям подарки, прощать друг другу все обиды. На встрече Амал Кельда, Жел Кельда талантливые школьники сыграли казахские национальные песни на Думбрие. Главная цель сегодняшней встречи – научить детей и ознакомить их с национальными ценностями праздника Амал, или, как его еще называют, Курису Айт. Гости встречи, известные общественные деятели региона, смогли донести школьникам множество полезной информации. К слову, в Министерстве культуры информации заявили, что с 2024 года в Казахстане наурыз будет праздновать в новом формате. В Уральске проживает династия учителей с общим стажем работы 300 лет. Аксакал династии Каспий Жахатов посвятил 41 год своей жизни в сфере образования. В рамках празднования Курису Айт наша съемочная группа познакомилась с семьей педагогов. Каспий Жахатов посвятил сфере образования около 40 лет. Трудовая деятельность ветерана-учителя началась в 1964 году в школе-интернате Бокиурдинского района. Там же он познакомился со своей спутницей жизни Куролай Адзиевой. Два учителя, создавая новую ячейку общества, воспитали четырех сыновей. На данный момент дети и внуки, продолжая путь предков, работают в сфере образования, культуры и религии. Общий стаж работы династии за годы преподавания – 300 лет. Сейчас дети и внуки уже взрослые. У меня четверо сыновей и четыре невесты. Если включить в это число внуков, то в нашей семье 13 человек, работающих учителями в школах. Из них пятеро работают в школах Бокиурдинского района и восемь в различных школах города. Каспий Жахатов, считаемый старейшиной своей семьи, направляет молодых учителей и поддерживает их инициативы. Его четвертый внук Булатбек Нурлубекович преподает историю в Уральской среднеобщеобразовательной школе номер 43. Среди своих учеников он часто делится поучительными историями, услышанными от дедушки. Каспий Ата – мой первый учитель, говорит Булатбек. Роль нашего деда в выборе профессии учителя очень значима. Я всегда мечтал работать учителем, видя, как отец и мать, дедушка и бабушка активно трудились в сфере образования. Мы гордимся нашим дедушкой и желаем ему благополучия. Члены семьи Жахатовых также сочетали образование с искусством. Каспий Жахатов выступает как кюши, и композитор также является автором песни Мурацай Вальса. Его музыкальные произведения с гордостью исполняют его дети и внуки. Долгие годы он работал концертмейстером в Оркестре национальных инструментов Бокиурдинского района. Сейчас, будучи пенсионером, он продолжает активное участие в музыкальной жизни, выступая в составе ветеранского оркестра. В семье Жахатовых принято отмечать Курисуайт всей семьей. В этот день собираются все члены семьи в уютном домашнем кругу. Дома царит особенная тёплая и дружеская атмосфера, наполненная любовью и уважением к семейным ценностям и наследию. Аксакал поздравляет всех с праздником, желает мира стране и благополучия её потомкам. Каждая семья отмечает праздник в своём шиныраке. Мы также отмечаем Наурыс, собравшись всей семьёй. Раньше, когда жили в Бокиурдинском районе, мы отмечали его вместе со всеми родственниками и соседями. Наурыс – это день равноденствия. В преддверии праздников хочу пожелать всем благополучия и счастья. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймурад Жагаппар, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана традиционный проект «Житы Казана» проходит в рамках празднования Наурыза. Данный проект направлен на сохранение пропаганды национальных традиций, культурных, литературных и духовных ценностей казахского народа. Подробности в сюжете. Празднование Наурыза в университете Жангирхана началось 14 марта дня Курысу. Праздничные мероприятия начались с этнофестиваля Курысу-Кируэне. На праздники Амал преподаватели, сотрудники и студенты, собравшиеся в УЗИ, стали свидетелями традиционного мероприятия Амалкельда-Желкельда. Все приветствовали друг друга рукопожатием, поздравились с праздником и накрыли стол с традиционными блюдами. Все наши институты с большим размахом отпраздновали с утра до обеда и приготовили, накрыли стол с национальным блюдом и угощением сладостей и продемонстрировали свои пожелания. В мировоззрении казахского народа понятие жетоказана занимает особенное место. Жетоказана – это семь сокровищ. У казахского народа с числом семь связано множество названий и изречений. В связи с этим в стенах университета организуется традиционный проект жетоказана, в котором выявляются лучшие по нескольким направлениям. Второй год мы проводим проект, это жетоказана. В прошлом году мы его первый раз провели. Она у нас уже становится традицией, так как имеет большое значение в воспитании именно культурных наших народных ценностей. Победители проекта, который продлится до апреля этого года, будут награждены на итоговом мероприятии. Данны Келебаева, Олег Писаренко и Мурач Агапар, телеканал ТДК-42. Обзор главных событий и самые важные новости за неделю мы расскажем в программе «Итоги недели» в воскресенье в эфире телеканала ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Тенга Ки-Зет. Микорайон «Северо-Восток-47», торговый дом «Астана», поселок Зачиганск, улица Жангирхана, 18-2. Оформите микрокредит в Коке, Тенго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин